А если мать не знает, то что за дочь она воспитала? Наверное, когда ты его разлюбил. Первым делом будет непонятно, что я сделал не так. Ваши пути несовместимы. Секс нет, да? Привет, меня зовут Тимур. Мне 29 лет. Я люблю путешествовать. Прилетел с Индии, до этого жил в Китае. Люблю писать стихи, увлекаюсь спортом, смотрю и играю в футбол. Люблю читать классическую зарубежную литературу. Не умею плавать, если кому интересно. Всем привет, меня зовут Надя, мне 19 лет. Я учусь в университете Казанском на втором курсе в химическом институте. Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано и вокал. Люблю спорт, люблю активный образ жизни, люблю бывать на природе, всякие походы с палатками. Это прям мое. Я очень давно хотела собаку, наверное, 5 лет. И вот недавно мне ее купили. Я просто сейчас самый счастливый человек на земле. Привет, меня зовут Максим, я учусь в мед. университете, заканчиваю. Люблю петь очень сильно, давно этим занимаюсь. Вот с недавних пор мы организовали с ребятами трио. Стесняюсь порой. Мне нужны время, чтобы открыться людям, но я думаю, в конце этой минуты я начну разговаривать уже в полном мире. Привет, меня зовут Камила, мне 18 лет. Я учусь в театральном училище на третьем курсе. Я считаю себя очень творческим человеком, потому что я и рисую, и могу сочинить и стихи, и песни. Я люблю красить волосы в разные цвета. У меня были и розовые волосы, и фиолетовые. Сейчас я блондинка. Люблю эксперименты и очень общительный человек. Я люблю общаться с разными людьми, просто даже пообщаться. Это классно. Приветики, девочки и мальчики. В общем, меня зовут Динар, мне 19 лет. Я учусь КАФУ на втором курсе на рекламе и связи с общественностью. Я работаю, точнее работал. Недавно я потерял все свои четыре работы. И впервые я работал очень долго, полгода на одном месте. Я танцую, танцую в современную хореографию в основном, но и также выступаю на всяких шабашках, типа татарские певцы, в пирамиде. Я люблю собак, хочу корги очень сильно. И очень хочу научиться рисовать. Надеюсь, кто-то умеет и, может быть, научит. Меня зовут Полина, мне 19 лет. Учусь я в театральном училище нашем казанском. Все. Люблю фиолетовый цвет. Люблю покушать и не люблю готовить. Сколько у вас было парней, ну, просто отношений? Ноль. Одни. Одни. Что для вас важно в девушке? Какие качества? Ну, не знаю, была понятлива, то есть понимала мои шутки. Не тупая. Нет, не то, что не тупая, чтобы он понимал шутки, не обижался на шутки. Не сильно вспыльчивая, не импульсивная. Чувство юмора, элементарные знания, умение готовить. Веселая, рассудительная, немного спонтанная. При какой ситуации вы готовы рассадиться с парнем? В какой момент тебе придет в голову мысль, что ты не готова быть дальше с этим человеком? Наверное, когда ты его разлюбил. Логично. Когда вы мешаете друг другу самореализоваться. То есть, когда ваши пути несовместимы и невозможно просто дальше вместе жить и идти вместе. Когда вы начинаете друг друга напрягать. То есть, просто человек есть рядом, и тебе это уже не нравится. Он тебя напрягает. Как вы отреагируете, если в один момент ваша девушка исчезнет? Первым делом будет непонятно, что я сделал не так. Буду сразу же искать причину в себе. Я сделаю то, что делает взрослый человек. Я позвоню ее маме. Потому что мама всегда знает, где находится ее чадо. А если мать не знает, то что за дочь она воспитала? И зачем мне такая спутница? Мыслим в одном направлении. Только не маме, а близким каким-то друзьям. Потому что все равно, когда это парень и девушка встречаются, обычно делятся с близкими какими-то друзьями своими проблемами. Поэтому скорее не маме, а другу подруге. Что бы вы сделали, если оказались бы в своем теле, но год назад? Какой бы вы поступок совершили? Постаралась над учебой и закончила нормальный семист. А, я бы пошла на права раньше. Я бы ничего не изменяла. Все было прекрасно. Что такое любовь? Любовь – это когда кому-то комфортно рядом с кем-то. Любовь – это когда человек тебя цепляет чем-то. Для меня, наверное, это прежде всего, когда ты хочешь отдавать, заботиться, ну, грубо говоря, жить для человека и не ожидая ничего взамен. Субтитры сделал DimaTorzok У вас есть три задания на выбор. Облизать пупок. Потрогать грудь. Показать любимую позу в сексе. Что будем делать? У тебя это не расстегивается, по-моему, так ли? Я могу. А, ты третий, а ты можешь. А как микрохваты? Нормально. И третья поза в сексе. Так, у тебя не было, да? По-моему, не было. У меня было. Ты обзываешь мой пупок. А, то есть вот так, да? Секс нет, да? Ну, ладно. Потом. Потом. Потом займется как-нибудь. Прям засос, да, или просто там, легонечко. Ой, мать моя женщина. Ты что, покраснел-то? Да не сын, да нормально все. Ну, что, еще мальчики так будут делать. Потом, потом. В сексе вообще все по-другому. А это уже совсем другая история. Какая история.